Природные минералы Природные минералы Цвета, структура, так и физических Твердости, светопреломляемость Они абсолютно схожи Понятно, что становится еще Менее понятно Мы не претендуем на то, чтобы сформировать систему Которая будет утверждена кем-то важным Однако в своей работе Мы будем трактовать эти слова Следующим образом Природным мы будем называть камень, который Создан природой и добыт непосредственно Из ее недр При этом мы не будем рассматривать его классификацию и качество. Он может представлять собой малообработанный или первозданного вида кристалл жуот, друзу, или же вообще быть эталонным, ограненным образцом камня. Термин указывает на происхождение минерала и не акцентирует внимание на его качестве. Дальше сложнее. Натуральный. Как мы уже разобрались, по идее, должен указывать на совокупность качеств минерала. Именно поэтому так часто синтезированные камни могут называть натуральными, ведь по сути отличить лабораторно выращенный от созданного природой минерала можно только после экспертной оценки. Чувствуете? Похоже на недобросовестную манипуляцию. Уверена, вы встречали ее даже в очень дорогих магазинах. Именно поэтому мы будем применять термин натуральный исключительно к тем камням, которые добыты в недрах нашей планеты. Переходя к самому сложному понятию синтезированный, а в наших украшениях вы увидите чаще способ синтезации гидротермальной, мне впервые очередь хочется отметить, что в 21 веке инвестиционный смысл в натуральный камень практически исчерпал себя. Да, образцы стоимостью несколько десятков, а то и сотен тысяч евро станут прекрасной инвестицией и всегда найдут своего покупателя. Однако будем честными, камней в диапазоне нескольких сотен евро на планете уж очень много и логики инвестировать в них совсем нет. Такие камни станут лучшим выбором для тех, кто интересуется или желает испытать на себе магическое действие минералов. Современная женщина с помощью украшений раскрывает свое я, расставляет акценты своих образов и эстетика имеет гораздо большее значение. Серги и кольца, браслеты, кулоны, броши – все разнообразие оттенков и форм инкрустаций. Согласитесь, сегодня в украшениях мы ищем не камень, а себя. Соответственно, перед ювелирами стоит задача обеспечить мир драгоценностей и общество любителей украшений лучшими образцами для инкрустаций. Именно поэтому, начиная с 19 века, наука постоянно совершенствует способы воссоздания химической формулы, структуры и физических характеристик драгоценных камней. Именно поэтому синтезированный рубин имеет право называться рубином, аметист – аметистом, топаз – топазом, а не их имитацией. Чаще всего на бирке украшений от ювелирного салона Брависсима вы увидите аббревиатуру HTS. Это значит, что камень выращен в лаборатории гидротермальным способом выращивания кристаллов. Основой для гидротермального минерала всегда выступает натуральное сырье, кусочки которого, или же, как говорят специалисты, затравку, помещают в специальный раствор вместе с другими составляющими, а затем отправляют в специальные печи, где процесс развития кристалла происходит под воздействием высокого давления и температуры до тысячи градусов Цельсия. Такие камни превосходят все ожидания и отличаются по-настоящему эталонным внешним видом. Их цвет, размер и полет фантазии ювелиров позволяют за достаточно бюджетную сумму получить восхитительные украшения. Надеюсь, мы смогли ответить на вопрос, чем отличается природный камень от натурального, в чем суть понятия натуральный и как его трактует ювелирный салон Брависсимо. С вами была ведущая Ксения. До встречи в новых выпусках телевизионной ювелирной школы, а также эфирах вашего любимого ювелирного салона Брависсимо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова